В августе прошлого года актер сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев получил серьезное увечье. Артист собирался из Санкт-Петербурга на съемки в Москву, но на него якобы напали неизвестные. С черепно-мозговой травмой 67-летний Евгений Борисович был доставлен в городскую Елизаветинскую больницу номер 3. У него случилось кровоизлияние в мозг. Леонов-Гладышев перенес но смог прийти в себя. Как говорили его близкие, актеру пришлось заново учиться говорить. Позднее выяснилось, что его никто не бил, а он сам неудачно упал. Коллеги Леонова-Гладышева, приехавшие на фестиваль в Гатчину, рассказали о его состоянии. Галина Бакашевская, которая служит в Московском губернском театре у Сергея Безрукова, призналась, что дело у коллеги обстоят неважно. Сейчас с Женей совсем плох, практически не разговаривает. Несчастье случилось с ним в прошлом августе, его ждали на съемках, но из Питера в Москву он так и не доехал. По дороге на вокзал ранним утром зашел в магазин, около которого его и нашли избитым. Уже в больнице у Жени произошло кровоизлияние в мозг, от которого он не оправился до сих пор, рассказала Бакашевская. Родственники Леонова-Гладышева собирали деньги на его реабилитацию, так как у них не было достаточно личных средств. Все надеялись, что Евгений вернется в профессию, но судя по всему, пока это невозможно. Галина Бакашевская появилась на красной дорожке вместе с Иваном, 36-летним сыном кинодраматурга и режиссера Виктора Мережко. Мужчина работает на лимфильме художником-постановщиком. Он не понаслышке знает, как близким трудно, если с кем-то из семьи что-то случается. Его отец Виктор Иванович перенес инсульт в 2017 году, а мама умерла от рака в 1997, но, к счастью, обошлось без тяжелых последствий. Он бодр, бегает и речь не пострадала. На днях, правда, напоролся на каких-то мошенников. Ему позвонили по телефону якобы из Сбербанка и попросили продиктовать номер карты и пин-код. Еще чуть-чуть, и папа лишился бы 100 тысяч рублей. Хорошо, догадался позвонить мне. И я тут же заблокировал его карту, рассказывал Иван Экспресс-газете.